Всем привет, вы на канале Сергея Гончаренко. Мы открываем очередную порцию посылок из сайта Алиэкспресс. Зачастую это дешевые товары, товары из категории Better Choice, Better Price. И здесь я просто открываю, показываю, что я заказываю, как это все выглядит, и чтобы вы просто-напросто сами могли понимать, стоит ли вам такое заказывать или нет. Потому что иногда бывают вот эти вот мемы, всплывают ожидания реальности и прочее, прочее, прочее. И просто на картинке получается одно, а в реальности получается совсем другое. Здесь разнообразные товары, возможно, для множества пользователей обычных, возможно, что-то более специфическое. Но сейчас все посмотрим и все покажу. И я предполагаю, что это примерно два заказа, которых я заказывал, ну, возможно, одновременно, возможно, два заказа подряд. Ну, вот сейчас попробуем определить, что здесь есть. Итак, первое, что я вижу, это наушники, проводные наушники Essager. Что хорошего в этих наушниках? Ну, скажем так, у них хороший ценник. Ценник здесь порядка двух долларов. И эти наушники могут работать как гарнитура. Сделаны они по типу Apple AirPods, проводной версии, как внешне, так и по всем остальным признакам. Подойдут тем, кто хочет что-то недорогое, возможно, качественное или относительно качественное, кстати, за 2 доллара, но хоть какой-то, как минимум, бренд есть. И плюс, если нужна еще гарнитура, чтобы это все выглядело нормально, адекватно и комфортно. Себе я заказывал несколько разных вариантов для того, чтобы у меня есть, например, ноутбук. И в ноутбуке нет, к сожалению, Bluetooth, чтобы подключить беспроводные наушники. Так вот, хотелось бы что-то маленькое, компактное, по типу вот таких вот наушников. И, возможно, в будущем я как раз их и буду использовать. Это еще один, я так понимаю, вариант, только уже от Awei. Если вы вдруг Awei не знаете, Awei, кстати, что Essager, что Awei делают вполне себе неплохие годные вещи за вполне себе адекватный ценник. Если Awei больше производит продукции по аудиоакустике, системам, наушникам и прочим-прочим, но они, кстати, также делают и шнуры, провода и, кажется, зарядные устройства, то Essager больше по зарядным устройствам, пауэрбанкам и шнурам, хотя наушники также есть. Здесь точно так же, можно сказать, практически такой же вариант, минимально отличающийся. Здесь, правда, только уже штекер практически Г-образный. Точно так же можно использовать как гарнитуру. И внешне наушники очень схожи точно так же на Apple-овские с минимальной модификацией. Опять-таки, по поводу качества неизвестно. Ну и вот такая вот прищепка также здесь присутствует. Кому нужны проводные наушники, можно также рассматривать как вариант. Далее, я не помню, я заказывал два или три варианта проводных наушников. Посмотрим дальше. Будем дальше открывать. Смотреть, что здесь. А вот здесь я в последнее время начал активно, ну не то чтобы заниматься парфюмерией, просто-напросто углубляться в тему парфюмерии и начал подбирать себе парфюмы. И так, чтобы было, знаете, хочется, чтобы было что-то интересное, что-то хорошее на парфюмер, не на парфюмер и так далее. Так вот, здесь ёмкости для парфюмов с ёмкостью 10 мл, если я не ошибаюсь. Внутри вот она баклажка, ёмкость это да, 10 мл. Внутрь наливаем, сверху атомайзер, распылитель есть. Всё хорошо здесь фиксируется, здесь одеваем и сюда устанавливаем. Да, и потом всё собирается и для удобной транспортировки и использования. Вот таким вот образом открываем, закрываем и используем. Далее, здесь есть вот такие вот специальные инструменты, чтобы можно было заливать, заправлять. И вот один из них, как он работает, опять-таки, если снять вот таким вот образом парфюм, и можно дальше перенаправлять, перезаливать в другую ёмкость с помощью вот таких вот простых нажатий и движений. Ну, в принципе, удобно, удобно для того, чтобы быстро сделать себе отливант или запасную туалетную воду, парфюмную воду, чтобы у вас в сумке или где-то в столе лежало это всё на всякий случай или же просто для удобства. Если вы наносите, например, или где-то едете, это минимальный флакончик для путешествий как раз будет неплохим вариантом. А вот это вот что? Наверное, ещё одни наушники. Кстати, какие это наушники? Я даже не помню. Старался заказывать хотя бы как минимум какого-то известного бренда, но здесь брендирования что-то я не вижу. Нет, брендирования не вижу. Это, по сути, какой-то, наверное, ноунейм. Значит, просто-напросто брал я из-за того, что они дешёвые, из-за того, что там были нормальные отзывы и множество разных продаж. Не переживайте, все ссылки на то, что здесь есть, я оставлю в описании под этим видеороликом. Прищепка точно так же существует, точно так же это самая обычная, самая простая наушники, можно сказать, и гарнитура. Двигаемся дальше. Вот здесь множество разных точно так же ёмкостей. Чем хороши вот эти вот ёмкости, тем, что здесь ещё меньше заморочек. Чем же здесь всё проще? Ну, во-первых, дешевле. Во-вторых, вот эта вот ёмкость с ёмкостью 5 мл. То есть, если посмотреть 10 и 5, то как бы 5 выглядит, ну, значительно меньше. И 5 мл на путешествие. Ну, знаете, я предполагаю, что 5 мл будет достаточно, ну, хотя бы на неделю, а может быть даже и на две. Потому что даже если в интенсивном использовании, как минимум на неделю будет достаточно. Если у вас командировки не такие уж там длинные по месяцу, то вот такой вот один флакончик будет более чем достаточно. Он холодный, вполне вероятно, что похоже, что это металл. Открываешь, здесь просто самый обычный распылитель. Ну, и он не разборной, точнее, разобрать его просто так не получится. Единственное, что снимается крышечка с атомайзера, чтобы можно было заправить либо через эту часть. Но продумано здесь производителям поудобнее всё. Здесь установлен вот такой вот своеобразный поршень или клапан, не знаю, как правильно его назвать. И вы можете делать просто самые обычные вот такие вот движения. Сейчас покажу таким вот образом. Берёте флакон и начинаете вот таким вот образом заправлять. Делаете впрыски и заправляете. И всё, и очень удобно. Я так заправляю некоторые варианты, если отдаю знакомым, если беру себе, беру в дорогу, для путешествия, если нужно будет, например. Или же просто-напросто для того, чтобы бросить где-то на работе или в сумке. Это самый простой элементарный вариант, которым можно пользоваться. Причём они достаточно дешёвые, дешевле, значительно дешевле, нежели 10-мм. Их можно покупать, знаете, стоят они просто смешных денег. Если хотите, можно такое вот приобретать без каких-либо дополнительных инструментов. И, кстати, я предполагаю, что здесь это посылка, в которой, да, если вот это вот лот с разноцветными, и, кстати, хорошо, когда они также есть разноцветные, потому что, например, флаконы у вас точно так же есть разноцветные, и, например, будет проще ориентироваться по вашим парфюмам. Ну, не знаю, например, взять здесь золотистый, тот же самый One Million точно так же золотистый. И будет проще, если они будут одного цвета, и вам просто будет быстро и легче сориентироваться. Ну, это если у вас много разных парфюмов. Если у вас 1, 2, 3 парфюма, то, я думаю, там заморачиваться особо не стоит. Вот этот вот комплект из черных стоит практически так же, и если покупать не одну штучку, а там штучек 4-5, они будут получаться дешевле. И это также очень даже неплохо. И продолжаем. Вот, кстати, ремень. Ремни мне нравятся, знаете что, что вот такие вот ремни стоят 1-1,5 доллара. Сейчас купить ремень за 1-1,5 доллара не так уж и просто, учитывая, что здесь материал очень-таки надежный. И крепление здесь металлическое. И сам фиксатор мне тоже нравится, потому что такими фиксаторами я пользуюсь достаточно давно. Даже когда покупал такие вот, ну, относительно брендовые ремни и использовал. Рассветки также есть разные. У меня множество разных ремней. И сейчас, я знаю, у меня уже больше десятка различных ремней. И благодаря этому я не меняю, практически не меняю их на брюках, джинсах или шортах. А фиксируется это легко и просто. Вот так вот все. Сюда затягиваем и он уже получается зафиксирован. Ну, на себе показать будет немного проще, если нужно. Вот сейчас он зафиксирован. Если нужно открыть, просто сдвигаем, все. И держится это все нормально. Двигаемся дальше. Это что-то маленькое. Я думаю, точно так же инструменты для парфюмерии. Инструменты для парфюмерии здесь. Здесь все просто элементарно. Здесь шприц для того, чтобы набирать. Можно купить просто в обычной аптеке. И вот такая вот, по типу, как пипетка. Она достаточно длинная, с емкостью. Я не знаю, один миллилитр здесь, наверное. Так, и... А, нет, здесь еще что-то есть. Лейка. Еще один инструмент. Тоже емкость, наверное, там 1-2 миллилитра можно набирать. И... Это все? Нет, не все. Еще что-то, да? Да, еще что-то. Еще какой-то переходник. Посмотрим, потом будем дальше разбираться, что к чему и как. Ну, в целом, вот эта вот вещь также очень хороша тем, что можно делать... Ну, снимаем с любого парфюма атомайзер. Устанавливаем вот таким вот образом. Вот таким вот образом устанавливаем. И трубочка подвижная в какую-нибудь емкость. И, соответственно, нажимаем и так перенаправляем поток парфюма дальше. Это также полезный инструмент. Возможно, не для каждого. Возможно, более как-то вот узконаправленно. Но... Может быть, кому-то нужен будет. И последний... Вот. А, последний лот. Это также то, что может стать полезным многим. Это скрепки для изъятия сим-лотка. То есть, самые простые, самые элементарные вот такие вот скрепки. Их можно покупать от 5 до 100 или до 1000 штук. И стоят они просто сущие копейки. И эта вещь необходима, потому что, ну, есть в коробке где-то или дома. Все это лежит без проблем. Да, хорошо. Но, например, где-то на ключи или бросить в сумку, или в машину, чтобы это все было. Чтобы можно было открыть, например, тот же самый лоток под сим-карты. Или же, возможно, для каких-то других целей вещь очень полезная. Плюс ко всему, раньше даже я заказывал несколько вот таких вот скрепок. Они, я бы сказал, даже немного более удобные из-за того, что держаться за вот такую скрепку будет удобнее, чем за вот такую вот. Ну, и, в принципе, точно так же можно использовать. Это классно, круто. Стоимость у них просто копеечная. Я могу сказать, что где-то 20 штук за доллар. А может быть даже и 30 штук за доллар. В зависимости от того, какие вы будете использовать. В принципе, вот это вот и все из полезных товаров. Как по мне, для меня они, честно говоря, все полезные. Ну, а для вас, не знаю, ссылки оставлю в описании под этим видеороликом. Можете сами пройти, посмотреть, изучить, если нужно, купить. Возможно, для вас здесь также есть что-то нужное и полезное. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.